Маму я молю прямо, молока налей мне, мама. Мало, мало, не жалей, молока ещё налей. Так, а теперь по очереди, пожалуйста. Если надо, используем ручеречной рефлекс. Я отошла, кидаем вот туда, вдаль комнаты. Мало, мало. Нет, вдох. Так я вдыхну. Мало, мало. Ещё раз. Мало. Нет, это бездыханно. Вдох. Мало, мало, не жалей. Смотри-ка, мало, мало. А ну попробуй так. Мало, мало, не жалей, молока ещё налей. Мало, мало, не жалей, молока ещё налей. Давай, Ярик, делай. Сам вдох. Мало, мало, не жалей, молока ещё налей. Вот, видишь, какой у него звук такой, сгудение внутри, объемный такой, полетный. Чуть-чуть ниже, как ты стихотворение читала. А зачем мы тогда вот это делаем? В смысле? Улыбаемся слегка, а тогда звук становится более полетным, не мешает ничего вылетанию звука, поняла? Давайте я еще. Спробуй, док. Мало, мало, не жалей, молока еще налей. Вот, 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 да, это оно. Это гораздо лучше было. Ага, дети современной эпохи, теперь у них не блокноты, а просто телефоны или айфоны, что там у вас, айподы, которые вы используете вместо этого. Ну, давайте новое упражнение тоже с гудением. Вдох. Начали, гудение. Налимы, налима, вленива, ловили меня, линалима, бывал на линял. А теперь слегка ускорьте. Хорошо? Давайте. Первую часть мы сделаем с вами на гудении, потом я хлопну в ладоши, вы вдохнете, и вторую часть резко. Дын, дын. Итак, первый раз вдохнули. Первую часть на гудении, начали. Вдох. Намели мы, налима, вленива, ловили. Вдох. И меня, линалима, мы вам на линя. Отлично, теперь я река самого снимаю. Вдохни. Начало. И меня, линалима, мы вам на линя. А еще быстрее. И меня, линалима, мы вам на линя. А еще быстрее. И меня, линалима, мы вам... Ага, вот оно. Субтитры сделал DimaTorzok